Итак, доброе утро, понедельник, недельная глава Ницавим. Еврейский календарь построен таким образом, что глава Ницавим читается в субботу перед Рошашаном. Это не случайно. Рошашана Всевышний судит весь мир. Такова суть этого дня. Однако верша свой суд, Творец ждет от нас, от всего человечества, от тех, кто готов его слушать, ответных шагов. Он подталкивает к нам к исправлению, ну такому испрямлению жизненного пути. Потрясающие слова, которые мы с вами обсудим, это «избери себе жизнь, чтобы живу». Жизнь, смерть предлагаю я тебе. Ну, казалось бы, когда тебе жизнь и смерть предлагают, выбери жизнь, но не все так очевидно. Если человек выбирает жизнь, то он будет жить. А если человек выбирает смерть, то умрет. Но наша физическая жизнь и смерть, это не то, о чем говорил Бог. Тут речь не о том, что все мы знаем, что за исключением редких расстройств, никто не будет активно агитировать за самоубийство. Здесь речь о духовности. Однако, к сожалению, все мы совершаем духовные и эмоциональные самоубийства каждый день. Выбирая не жизнь, а противоположное. Все так, как говорит Бог. У нас есть свобода выбора. Выбери жизнь или смерть. Опять же, не в физическом, а в духовном смысле. С того момента, как утром позвонит будильник, перед нами встает вопрос. Выбора жизни или смерти. Когда вы засыпали накануне вечером, вы, скорее всего, делали план, как вы встанете утром в 7.00, начнете там то-то, 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 продолжите свои дела. Строили план, и вы решили выбрать, что жизнь. Но когда будильник зазвенел, и вы сразу начали придумывать один за другим такие главные аргументы, чтобы остаться в постели и поспать еще, и сонно переводите будильник попозже, или выключаете его, вы выбираете смерть. Когда желания тела побеждают желания души, побеждает смерть. А если побеждает душа, побеждает жизнь. Хотя может показаться слишком суровым, назвать дополнительные 10 минут смертью. Но так оно и есть. Это то, о чем говорит Бог. У нас может быть только жизнь, когда мы делаем выбор души и тела. И души, простите. И смерть, когда выбираем тело, потому что это неправильный выбор. Он в корне неправильный. Он очень легкий, очень приятный, но неправильный. Дело в том, что если бы, ну, к примеру, возьмите, если утром вы летели там самолетом на Мальдивы, да, он в долгожданный отпуск, вы бы выскочили из постели и не придумывали никаких веских версий. Нет более приятного и удовлетворяющего чувства, чем то, которое испытываешь, когда выбираешь правильный путь. И чем сложнее он для нас, тем радостнее и приносит результаты даже самые незначительные. Если вы можете отказаться от второй порции торта, да, когда на самом деле уже наелись, вы выбираете жизнь. А если вопреки здравому смыслу, вы его съедаете, вы выбираете смерть. Если вы делаете то, что вам сложно, например, звоните кому-то, с кем-то, по каким-то причинам не общаетесь. Или с кем-то поругались когда-то. И все-таки решили закончить эту глупую, ненужную вещь, да, потому что вы чувствуете нежелание какое-то внутреннее, да. Ну, может он вам помогал когда-то, или просто. Это выбор жизни. Или решили помириться с тем, кому у вас конфликт. Это выбор жизни. А думать только о себе, это выбор смерти. Использовать надо, ну, я не знаю, вот беговая дорожка стоит у вас дома. Или там у вас абонемент в клуб. Если она пылится без дела в течение нескольких месяцев, это плохо. Если вы начали на ней все-таки бегать, это выбор жизни. Если вы применяете ее исключительно в качестве вешалки, это выбор смерти для одежды. Делиться временем, деньгами, с тем, кто в этом нуждается, это выбор жизни. Пренебрегать этой возможностью, это выбор смерти. И большинство из нас, к сожалению, это делает. Мы продолжаем выбирать смерть на протяжении всего дня. Мы задаемся вопросом, почему мы иногда безжизненны, недостаточно мотивированы, недовольны собой и миром. Не чувствуем, что в нашей жизни есть искра. Потому что мы на самом деле не живем. Вместо того, чтобы жить, мы выбираем смерть. Отвлекая себя, убивая себя каждым отдельным неправильным решением. Да, это всего три минуты. Тут мы убили три минуты, тут час, тут сорок минут, тут пятьдесят. А человек приходит в следующий мир, смотрит, а он вот такой. Надо использовать ту силу, которую у нас есть, сильные свои стороны. Надо подумать, как мне сделать так, чтобы выбрать жизнь. Бог не мог нам сказать, выбери жизнь, не дав нам возможность бороться с этим всем. И если бы он знал, что мы не можем победить, он бы нам это не предлагал. Он знает, что мы можем. Каждый из нас создан для жизни. Сделайте правильный выбор, и вы почувствуете себя намного счастливее, богаче, чем можете себе представить. Как сказал Всевышний, избери жизнь, чтобы жить. Выберите жизнь, и тогда вы будете знать, что такое жизнь. Брахава и от слоха. Перед нами, ну, это не выбор, надо выбрать жизнь. Брахава и от слоха с хорошей неделью.